Ты уходишь из хаткора, правильно? Я так высказал свое мнение, мне кажется, тоже до Лиги не понравилось, что я там уже начал свое мнение как-то высказывали. Понимаю. Смотри, я объясняю еще раз. Ты понимаешь? Я уже давно что-нибудь понимаю. Рука такая чья-то идет и палец в глаз засовывай. Я бы не хотел, чтобы они ко мне подходили и рядом со мной стояли. Я еще не привык к этой известности. Если Самат выиграет, ты будешь удивлен больше всех. Боксу и кулачки не остыла эта тема. То, что я сейчас ушел, что в плане медиа я потеряю. Может, через полгода забудут. Такой кипиш был, киргизы-даги, о мой. И что, вы меня что, побьете? Для всех ты тигр, фишник. Один косяк какой-нибудь неправильный, все. Я уже на себя весь этот должен был удар принять. Такие страшные прозвища, что у ребят, там воин, еще что-то. А там бой, бой показывает, что он далеко не воин. Я же первый раз заехал в Тайлан. Такое ощущение было, что я с Дагестана не уезжал. Один из ЮСи попал в Попума, Шара и Попума попал в ЮСи. Арман технично закидывал. Что смотришь? Мы двигаемся, когда он сюда уходит. Друзья, мы вас приветствуем. Вы на подкасте «Файт-шоу». Ведущий Армен Гулян. Эдуард Вартанян. И сегодня у нас в гостях человек, который больше доказывает своими боями, нежными словами. Хайбулла Мусалов. Очень приятно. Спасибо, что позвали. По-другому быть и не могло. Мы с тобой уже давно об этом разговаривали по поводу приглашения на подкаст. Сейчас уже, скажем, всё сошлось. Много тем для обсуждений, много интересных событий вокруг тебя связанных. И я думаю, надо начать нам с самого нашумершего, которое сейчас горячего произошло. Мы этот гешталь закроем и уже пойдём, наверное, по более таким нам интересным историям, именно связанным с тобой и с твоей профессиональной карьерой. Доктор психологии Армен Гулян. Обращайтесь. Закрывает гештальты на подкастах. Смотри, вот сейчас история по поводу того нашумершего конфликта с хардкором. После пресс-конференции хардкора ты записал в историю сообщение о том, что всё больше выступать на хардкоре и не собираюсь. Ты уже много давал интервью о том, что просто столкнулся с той ситуацией, когда не совсем адекватная, по твоему мнению, реакция была на твоё обращение по поводу следующего поединка. Вот как бы ты мог эту историю прокомментировать именно со своего лица? Почему вот такой резкий ответ, резкое решение, и сейчас ты его не меняешь, несмотря на то, что вы уже, как сказать так, по рукам дали? Произошло, да, недопонимание. Решили. Это всё коротко буду рассказывать. Потом после стадиона турнира опять с Анатольевым встретился. Опять мы так пообщались недолго. Я ему сказал, что сейчас будут выпуски интервью, чтобы ты не удивился, что мы лично решили, а в лиге я выступать у тебя не буду, чтобы не было никаких недопониманий больше. Потому что мы вроде так пообщались откровенно, и что опять я какие-то интервью раздаю непонятные. Чтобы он был готов увидеть, например, интервью он увидит, что там, как я ему сказал, мои слова, что я обратно не возвращаю, не перевернул никак. И чтобы он не удивился от нашего разговора. Ты же сам прекрасно понимаешь, Армен, как бойцы сидят с лигами глав промоушена, могут одно обсудить, потом выйти, и вообще другое. Потом ещё с кем-то увидится, ещё третье. Поэтому, чтобы у нас опять ничего не получилось, недопонимание, я ему сказал, что вот сейчас будет интервью, я буду там говорить, что, как я обещал, ну, сказал, да, в интервью, что я ни за какие уже деньги не вернусь в лигу. Ну, лично мы уже владим. Могу быть, как сказать, другом лиги, посещать турниры хардкора, да, и везде я, как сказать, хардкор мне имя дал в медиапространстве, в кулачных боях, поэтому я буду посещать турниры, поддерживать лигу. И вот так, да, мы и разошлись. Подытоживаю эту историю, то, что произошла ситуация, которая тебе не понравилась, ты уже сказал своё слово, несмотря на то, что вы этот конфликт уже закрыли, исчерпали личный, но от своих слов ты не отказываешься и двигаешься дальше. В этом контексте второй оборот в этой всей ситуации принял это уже интервью Шара Буллит. Он более эмоционально отреагировал, наверное, потому что там связано с другом, наверное, за друга ты больше даже тоже переживал. Ты знаешь, как она получилась, почему я же говорю, ты же видишь, эти моменты, казалось бы, сейчас же всё уже остыли, я думаю, что там пустая ситуация была, чтобы её там вообще качать. Но на тот момент мы все люди, у нас всех эмоций, да, руководят по-любому, у кого-то там гоняев, обиды, ещё какие-то моменты. Именно это же в этот день всё произошло, и это после этого, как сказать, конференции, мы сразу поехали, там где-то у него приглашение было, Шара, мы вообще позвались от Иоланда, здесь какой-то турни посетить. На другой мероприятие, да, да, да. И там же всё на эмоциональном фоне так всё вылилось. А вы не обговаривали в том, как вы будете обсуждать, что ситуация произошла, ты своё мнение сказал, да, 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 он не согласовываясь с тобой уже, как бы это... Можешь сказать, как ты его сейчас озвучил, это всё. Там Хажмураду, Чарадос, Вагабу. И они потом, когда узнали ситуацию, каждому так по-своему отреагировал, не было, чтобы он ему где-то... Ну, вы вместе были бы конференцией. Кто-то пишет, типа, это как такой план, где-то скачится с Hardcore-рубни в плане. Выдумал обиду, как бы... Да, 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 да. Типа, я просто сразу скажу, я вообще не в контексте. Смотри. Я просто... Ты же вроде готовился на Март сейчас, нет? Ну, на вот этот турнир февральский я готовился. Да, да, да. То есть... И... Я там такой чуть не на разуме не получился у меня с Анатолием. Человек из Кома недавно вышел. Вы по поводу не присутствовал. Я не искал. Не искал, мы просто. Я чуть в зале пропадаю, тренируюсь. Тебе это не понять, Армен, ты же всё-таки... Как будто не у меня тренируется, не в зале. На пересекании, да? Спасибо. Получается, ты уходишь из Hardcore-рубни, правильно? Знаешь, Кейдор, да просто... Был такое недопонимание, где я резко высказался. Сам высказал свои слова, что я уже в эту лигу не возвращаюсь. Я в Владе уличное, но потом мои слова же уже разлетелись по всему. Я, знаешь, как не для... Там, как говорят, красного слова, чтобы себе пуху прибавить ещё что-то, типа такой гигант, да, там, по жизни. Но я не считаю себя не гигантом, я считаю себя по жизни, и на камерах я не играю эту роль, да, как... Ты сам знаешь, как бойцы могут на камере сыграть красиво, а без камеры они особо о себе ничего не представляют, да, как личность. У меня все близкие, кто знает, то, что я говорю на камеру, я такой в жизни. Я на камеру сказал, там резко высказался, что я не возвращаюсь. Я же говорю, самое главное, что я у меня с Анатолием, потом мы увиделись, с Аслан, можно сказать, где-то сделал, ну, был как участник примирения, там всё высказали друг к другу, у меня недопонимания у нас не было. И по контракту тоже на стадионном турнире я сказал, что правда на его стороне по контракту, и что я не собираюсь, как это там, по судам что-то бегать. Что-то, что там есть неустойка, я готов её закрыть. Как было, чтобы когда... Такой мирный расход, чтобы не было, типа я там Лигу кинул, всё что-то. Я понимаю, что они тоже свой вклад сделали в меня, для чтобы обо мне узнали, да. Эта Лига для меня тоже как родная стала по-любому. Просто уже что, что я сказал, надо этого придерживать, и уже буду сейчас смотреть для себя лучшие варианты, где мне карьеру продолжить. Всё, я понял. На нашем деле, короче. Возможно наше дело, возможно, да. По кулачке или по боксу? Не, по ММА. А, по ММА? Да, как раз вместе сбора будет проходить. Ты поэтому в Таиланде был? Не, в Таиланде, честно сказать, там сильно горел, там я видел, как Шайра, как они там тренируются, там. Но они в Тайге тренируются. Да, мы с ним с Алихом ещё приехал туда, там Али был мой родственник и друг, он борец, по ММА сейчас выступает. Там много, Мурат был, Магридников. Резникова не знаю, но... Заочно, лично не знаю. Много бойцов там было, Шарадоса же Мурат, мы вместе все готовились. Я там хотел и локти, и этому учиться всему. А то, что у меня по кулачке была эта тема, я просто, как сказать, не хотел, ты знаешь, как за двумя задами бегать. Типа, и это, и это изучать. Я просто по кулачке, поэтому я чисто стойку там отрабатывал, и всё. То есть ты как, с тайцами отрабатывал, или как ты готовил? Там боксеры тоже есть. У меня там есть видео спаррингов, с австралийцем, с боксерами, профессиональными спарринги делал. Потом с иммашниками делал спарринги. Ну, с иммашниками, конечно, там... Без борьбы? Бокс чисто. Там же, веже этот, как говорят... Там даже в Тайгере делают 10 раундов бокса. Да, в Тайгере же есть среда, и пятница, кажется, вольные бои. Ты первый раз, получается, в Тайгере приехал. Короче, Таймон первый раз приехал, да. А, вообще, нормально начал. Начал этот... Решил начать ММА карьеру. Нет, не ММА, у меня же, я же говорю, по кулачке был. Не, я понял, что бой, но имеется в виду, что ты предполагаешь, что ты по ММА. У тебя же нету боев, по ММА. Я просто вижу, да, вот этот уровень ММА, и поэтому все говорят, мне там 32 года, я не молодой уже, типа, что ты лезешь. А я... Поэтому я говорю, что я не молодой, то, что у меня сейчас горит внутри, боксу и кулачками остыла эта тема. Серьезно? Да, у меня, например, бокс вообще не нравится. По боксу, чтобы выступать, надо или гонораром серьезно меня заинтересовать. По кулачке я сейчас тоже вижу только, например, думаю, если только громкие поединки проводить. А по ММА у меня прям желание есть, потому что у меня все окружения, да, вот за кадром, то есть, мой близкий друг, Чупановша Рамазан, меня все бойцы, можно сказать, окружают, и мне это все понравилось, можно сказать. Да еще когда по боксу выступал, мне в массе нравилось. Я думаю, бой, бой это когда ты... Мне это кажется нормальной истории для Дагестана. Да. Да, и была даже в контракт в хардкоро включали бои по ММА. У него остался по контракту один кулачки, другой, и два по ММА. Честно сказать, да, у меня было огромное желание по хардкору ММА. Тальше вот так, что? А как ты вообще в хардкор попал? Я эту историю знаю, Исааком Мухаммад, Самир Магомед. Самир. Вот Самир очень хорош человек и до сих пор с ним очень хорошо в теплообщаемся. Исааков тоже, не менее, чем Самир. Ну, от меня, но я, Самир вышел на меня. Самиру, он знает, что он как умеет общение вести, переговоры, он потому что на опыте парень. Сейчас мы просто до этого общались с хадисовым Брагивом. Я думал, что Армен его застал, оказывается, он не застал. Он сделал такой вид, что это уже новое время и так далее. он еще не, короче, из старого времени. Хайбула не современная история, а мы были в древней истории. Не, ну, не знаю, там же хардкор, знаешь, она быстро же развивается. Два года все, И там, сейчас, это тоже, персонал тоже меняется. Нет, нет. А вот, когда я Арменом застал, знаешь, когда мы узнали, как личность Армена я узнал тоже, мне очень было, знаешь, комфортно работать. Я не скажу, сейчас там мне профессионал работают. Ну, когда Армен был, не буду так хвалить, наверное, у меня было, намного раздельствия, начнет. У меня Армен, знаешь, как мне Армен, то, что Армен не обещал того, чего он не сделает. Он, Макс, Макс, если что-то не будет, например, мог заранее сказать, этот, лучше не строй планы на это, на это время. Давай мы тебе дату перенесем, чтобы ты понимаешь, я четко понимал, если Армен говорит, то это будет. Я сам спортсмен, и я понимаю, проблематично готовиться, и потом, если слетает, а какие-то надежды еще какие-то, из-за этого всегда старался, как сказать, максимально комфортные условия, то же самое у нас сейчас ребята дерутся в нашем деле, и у меня больше возможностей для организации. Ну, я когда вы думал, что ты в нашем деле, я понял, что это организация тоже, я думаю, как сказать, и бойцы профессионалов потянутся, и там у них уже новая волна будет. Мы еще придем к времени твоего подписания в хардкор, у меня тоже по этому поводу есть свои воспоминания, давай начнем именно с бокса, потому что ты профессиональный боксер, ты когда, извиняюсь, заходил в хардкор, и все такие, ничего себе, международник по боксу, а это еще, знаешь, первый сезон был, второй уже сезон, там, гран-при, сезон, в начале второго сезона ты зашел, в начале второго, да, и все такие, ничего себе, как у уровня, Лен, дружь ты, там, Сослан, вот это все, пошла история, да, вот, крепких бойцов. Ты в гран-при, получается, заходил? Нет, там у меня, знаешь, выбор стоял, мне Армен сказал, либо в гран-при, либо в чемпионский, а я тогда не разбирался, где там вообще выгоднее, да, выступать. Получилось в гран-при интереснее. Все-таки придется эту историю рассказать. У нас на тот момент был чемпион доминирующий весовой категории 84 килограмма Абубакар. Абубакар. был чемпион. Абубакар Сулейманов. Причем он... А 77 Калмыков был. Да, да. И причем он, знаешь, такой был доминирующий, чем на тот момент еще не был чемпион, шел к чемпиону, гран-при закончен, я помню. И был часть такой момент, что он был такой наш доминирующий чемпион, и он крепкий боксер, ну, реально крепкий боксер. Да, да. И мы искали разные вариации найти ему оппонента. Вот как мы, например, он еще не тренер, правильно? Да. Я не помню. Ну, тренировал, да, в этот момент был Дауд Сханский, да, тоже доминирующий чемпион, и был Абубакар, и нам надо было найти ему оппозицию. Мы такие, вот, сосланок с Буаров, оппозиция для Дауда соответствующая. И мы такие, Абубакар, вот, Хайбулла, Мусалов, оппозиция. И мы, короче, когда общались по этому поводу, сначала Хайбулла подрался, причем мы с Амиром общались, Амир говорит, ну, возможно, подерутся, пообщаются, там все прочее. И я такой, вот, заходит такой парень, титульный бой будет нереальный просто. И в итоге Хайбулла проводит бой, выиграет максимально ярко, интересно, мы такие уже, вот, ребят, в следующий бой уже можно за титул выходить, там, титул все-таки. Я уже там свое мнение высказал. Да, и Булла такой, ну, мы как бы с ним общаемся хорошо, и отношения такое, вместе тренировались, как бы, ну, если он скажет да, ну, я подумаю, ну, я как бы с ним не хотел удаться. Как Булакару походу, я Булакар такой, я тоже не хочу с Хайбулла, а потом вместе собираемся, ребят, говорит, да мы драться не будем я такой, ну, ладно, что же делать, будем работать с тем, что имеем. Да, просто знаешь, как я туда, когда пришел, и мне предложили вот это, я же вот узнал в день боя, что мне там, типа сразу второй будет титул, а я вешу 85, и я думаю, все профессиональные спортсмены, они всегда гоняют, да, я ничего не делаю, и в таком месте это что не будешь выступать, по-любому килограмм 7-8 надо убирать, чтобы ты форму себя привел. Я сразу для себя в голове держал, что в 77 я буду выступать. Ну, чуть-чуть недопонимание на 100, что я сразу, и еще оказался чемпион там, Аббакар, я его видел, и вот так ему сказал Аббакар, да, он же был чемпионом, и получается, я сейчас ему хочу вызов бросать, типа. Я, значит. Я говорю, если бы вот так у нас была бы картина такая, что я чемпион, он в жизнь будет, говорит, ну, я бы с тобой не хотел драться, у нас это взаимно было. Я уже, получается, на себя весь этот должен был удар принять, типа, сам высказать. Я после интервью, это кажется, вырезали тоже. Я там долго интервью давал, что я, например, а я его в ЦСКА еще время знаю. Когда мы вместе тренировались, у нас такие... А вы вместе боксировали, получается? Ну, не, он супертяжелый в весе выступал, а я 75 боксировал, когда мы в ЦСКА были. Ну, все равно, это как бы, когда ты... Только спарринговали, получается. Нет, даже не спарринговали. Они просто тяжелые. У нас 90 килограмм. Он 90 свыше 91 боксировал. Он участник чемпионата мира, там был по молодежи, призеры, не помню точно. Ну, в общем, я так высказал, своему, я не знаю, что это уже не понравилось, что я там уже начал свое мнение, как-то высказывать, Да нет, нет, на тот момент я был, единственный момент был такой, что мы с Амиром общались, и как бы, Самир говорил, да блин, хайбула, он такой боксер, что вот 77 до супертежей, с любым чемпионом его ставь, я говорю, и что, он с Давудом выйдет? Ты с Давудом выйдет. Я говорю, и что, ты со Слащининым выйдет? Ты со Слащининым выйдет. И в итоге раз... Если бы имена были другие, у меня проблемы-то выйдут. Я спарринги делаю, все без жилым весом, у меня нет с ними проблем, чтобы, да, как-то удары, их не убояться, еще что-то. Просто имена, если другие были бы, я Слащинина, и ради хайпа, я говорил, если интересно, я подерусь с ним. Если гонорар нормальный будет, тоже ты рискуешь в этом. На тот момент, когда я там организовал бой, я уже подбирал тебе соперника в супертяжелом весе. Да. Потому что мне Самир говорил, что Армен, мы, если что, там спарринги представим, где он на тренировках работать с тяжами, и он с ними хорошо работает, и он в зале там людей шатает таких, которые ты даже представить не можешь. И потом, когда на пресс-конференции тебя спросили, ты реально готов с супертяжом драться? Ты такой, ну да, интересно, было бы посмотреть, как это будет. И я такой, так, надо супертяжа подобрать, уровнем ниже, получается, в мастерстве. Но больше. Хайбула. Да, но больше. Хайбула в мастерстве выше, чтобы был, но тот больше был физически, и посмотреть, как это будет. Потому что мы всегда знаем, что встречаются два спортсмена, равных по-технически, но при этом разница в весе есть, это будет доминация. А если вот технический арсенал выше, и там сила, это где-то уравнивает. И вот это было бы интересно, я думаю, с точки зрения, извиняюсь, поединка, это было бы грандиозно, я думаю, даже когда-то, может, мы к этому с тобой еще вернемся. На подкасте был, где меня Ахмед пригласил, я там тоже сказал, вот в защиту даже Анатолия, его словам, то, что он говорил, что будем турниры проводить, где не будет заграничных бойцов, и этот стадион будем забивать. И прикинь, ни одного же не было там приглашенного. Чисто за счет истории хардкора, не было, Россия против США, вот это было. Да это ничего не было, просто кто хардкор и дерется, даже не с соседних, все бойцы, которых сделал хардкор там. Да и честно скажу, что вот основные бои, два боя. Называли основной костюм, потому что сейчас скажу, вот мы сидели. Даже 3-бая в нас, золотой тоже час. Золотой тоже, да, согласен с тобой, три бой. И мы сидели, знаешь, чайно пришли, ребята, нравились, ребят, хорош там, но при этом эмоции таких не было, как эти три боя, все зал загремел, потому что первое золотое. Второе еще интересно было, где этот, Орленин выбирал, не-не-не, второй сначала. Забыл, как мы весовой, гран-при было? Нет, это не гран-при было, Армянин дрался там, такой еще раздельным решением, короче. Я просто пришел на этот бой. ты уже подразился. Сисян, Давид. Да, да, да. Это, значит, чеботарем, а с этим циганом. А, 65-66. Да, ну они оба рубаки, из-за этого у них всегда бои будут интересны. Самый мне, который понравился, конечно, это Лен Друж, то, что он и поезд завоевал, и вот этот момент, особенно психология, да, что он переломил. Все же думали. Да, да. Мне больше понравился Мартин. Не, о вкусах не спорят, конечно, тоже, Лен Дружу. Лично для меня, фаворитом. Лично для меня, лично для меня, это моя весовая была, получается, и я, честно сказать, хотел так сильно жаловать, чтобы Лен Друж уже одержал там победу. Там же такой миф тоже был, что Ильнар тоже такой воин, да, не падал еще ни разу. И там... Даже в бою с тобой. Да, ну да, дрались. У вас хороший бой был. Хороший получился. А, у вас был бой, да? С Ильнаром у нас был, там, третий расчет мой бой. По очкам я выиграл, а не выронил ни разу. А Лен Друж на кого там выиграл? Ну, это я не думаю, что... Видишь, у тебя определенная история была с этого, потому что уже с одним боксировал. Не, знаешь, как по букмекерам, Лен Друж был фаворитом. Не, знаешь, как есть так, чуть-чуть вернемся, я чуть подробно буду этот момент как-то раскрою, его и не раскрывал. У меня же пояс был, получается, 77 килограмм. Ну да, вот я... Да, это масса. Да, и основные у меня там, получается, я за Юре в команде еще, когда был, и у меня друг, и одноклубник, получается, я был Лен Друж. Честно сказать, я хотел, чтобы он сам, мечтает его, я знаю, как отец сильно радовался, чтобы он пояс завоевал, да, и этот пояс, знаешь, как я думал, с этим поясом двигаться и время тянуть, потому что я уже в ума себе решил, что я в ума перейду. Я тогда решил для себя, что я лучше у вас... У меня еще вопрос был, я же резко пояс освободил, я сказал, что... Да, я даже не понял, в каком моменте этот... И там его разыграли Кирилл, Кирилл и Ильина разыграли, получается, кого я выиграл, и кого Лен Дружкинг. Честно сказать, это удивительно было там. Мне кажется, даже в хардкоре порадовались в том плане, что когда ты дрался, да, и мы такие думали, с кем Хайбулу поставить, и мы искали постоянно интересных бойцов по тебе, и, наверное, когда ты освобождал титул в хардкоре, они по-другому движению наконец-то начнутся. мне просто знаешь, как мне матчмейкер Лобанова писал, Хайбулу говорит, давай сделаем твой поезд, с промнега, Хайбулу говорит, а как ты на это смотришь, чтобы локатный поезд сделать? Я говорю, я вообще говорю, я даже не так не смотрю, я даже больше могу обрадоваться, что я вообще оставляю этот поезд. А, тебе организатор предложили, чтобы ты особо не спалил поезд? начмейкер мне говорит, чтобы какой-то типа в этом весить, типа застой какой-то, типа ты там чемпионный, типа нету там, у тебя президентов, типа со всеми подрался, а там... И никто драться больше. А я ему говорю, я пойма хочу двигаться, и давай знаешь, как вообще я поезд освобождаю, и там лендеришь, можно сказать, шел как главный, такой претендентный поезд. Я хочу сказать, очень сильно хотелось, чтобы он поезд забрал. Дорогу молодым. Соответственно, ты долго не сможешь задержаться. Сейчас он этот бой проведет, ну, поздравляю его, то, что он завоевал этот поезд, его родители, близких, потому что я его давно знаю, лендеришь. Теперь у него еще один медиан бой, я думаю, с Калмыком, если он проведет, и уже себе медиа все сделает, и я не знаю, где он был в 77? Не, 84. В 77? Хочет подняться. А, да. Смотри, история с Калмыковым и у тебя, и у лендериша, и у Хамзата. Так ты с Калмыковым уже не дрался. Да. Нет, я туда пришел, когда я был в 77, я там заработал боями, рейтинг себе, получается, Калмыковым уже весь навел. Оставил этот, да. Он весь уже не мог, я помню. И получается, он 84 ушел, а я 77, кто должен был там быть. Я Анатолий Сиву оттуда подписал. Ваш бой был бы интересен с Калмыковым. Сивом, честно скажу, когда Сивы хороший парень и Рубака, но когда ваш бой назначили, я понимал, что это такой мисс матч, а вот с Калмыковым, Калмыков, знаешь, не знаешь, все думали, что мисс матч, да, его просто так легко получается выиграл. Вот Сиву потом что-то, я не знаю, он резко позиции сдал. Я с ним когда дрался, хоть у нас уровень боксерский разный, кулачка же она, там ты сам свидетель, особенно во второй, когда гран-при начался, где международники падали, где мастера падали, вообще, м-машни, ребят. Я с ним когда вышел, у него задняя рука очень опасная была, просто то, что, как я всегда везли, ты как подготовился, ты так и выступишь, поэтому я очень так упорно тренировался, чтобы яркую победу одержать. А вот с Мухаммадом Калмыковым был бы бой интересен, почему, потому что Мухаммад, он нестандартный боксер, у него техника интересная, он проваливает, работа вторым номером, и бой тоже самый, с кем он провел последний бой, удивил кого-то, с кем-то из представителей гран-при второго сезона. Ну, с Самхатом дрался. С Самхатом. С Самхатом. Крепкий бой, и понятно, что он не моксер, а машни, он за 4 дня этот бой принял, так-то его заслуги, что он просто... И вот интересно было бы увидеть. Калмыков тоже себя зарекомендовал, что он, да, боями, да? Ну вот интересно увидеть, например, Лендруша, тебя, потому что Мухаммад у него очень нестандартный, очень интересный, техника ведения было. Ну, там видишь, уже третий сезон вообще уже начался, там тоже много голодных, например, сейчас он должен еще с Хамзатом маэстро защищать поезда, получается, там чуть-то такая... Ну, это я уже знаешь, как я уже это все уже сейчас даже обсуждать, на ней это интересное. У меня никак не касается. У меня мысли, знаешь, как крутится фон-плайн, что я такой, так, мы Хайбулу в свое время подписали в рейтинг для того, чтобы создать конкуренцию чемпиона доминируешь, а это кудум, блин, Софи, Хайбула там дрался бы, и финал вышел с тем же самым там, Самат, но мы понимали, что с Хамзатом что-то драться не будешь, но можно было у вас развести там, да, до поры до времени. Это тоже очень интересная история. Размышлять можно, знаешь, как вообще философствовать, даже вот так, в высоком, но по фактам сказать, пацаны, ну, ребята и молодцы, медийку заработали, и Самат второй сезон показал, да, своим боем, Лен Душин, какой у них бой получился. Все, честно, они вообще шансы самат не давал, я думал, Лен Душин выиграть. Ты, да, на подкасте он разговаривал, что ты, если Самат выиграет, ты будешь удивлен больше всех. Да, да, и Самат выиграл, и поздравляем его, но Лен Душин, Лен Душин, чем мне сейчас понравился, он показал, что у него дух чемпиона, как бывает, я просто с ним в развалку зашел после Самата поединка, но очень расстроен был, конечно, я ему тогда тоже говорю, развалку, что тебе надо все это ну, отпустить ситуацию, да, сейчас, который есть, и чемпионы чем отличаются, они возвращаются, и дальше у них, как я знаю, у всех же поражения бывают по-любому. Лен Душин шикарный боксер, и человек шикарный, еще сейчас, как видел, сейчас видел, как он бой провел. Отлично бой провел, он без эмоций все аккуратно. Интересно было бы посмотреть Лен Душин в четвертом, пятом раунде, потому что это будет оцениваться. я тебе знаю, что скажу, я же в углу был, когда игрался, я просто видел, что у него с дыханием все в порядке. тренерский штаб игр какой, они очень плавно придерживались, и вот так, с холодной головой он дрался, не бросался. Я думаю, четвертый, пятый раунд ему не составил бы труда. Я ему и говорил, все же тебя как-то дергают за этот момент, что ты подарок после второго раунда для всех. Я говорю, проведи пять раундов, и ты их. Я знал, что ты официально так скажешь. Я говорю, за этот кроер, ты хейтер, я говорю, зачем на это надо заряжаться. Я говорю, просто ты пять раундов проведешь, все думают, и людей мнения не нужно прям, знаешь, принимать, поэтому всегда, что бы ты ни делал, найдутся, кто тебя будет как-то оскорблять, еще что-то, а кто-то будет тебя восхищаться тобой. Вот сейчас для всех ты тигр, фишник, один косяк какой-нибудь неправильный, все, ты так, вот жил маску снял, коронка. Там, честно сказать, вообще интересно, и вот тем самым, вот помнишь, мы сейчас про самата сказали, что самата удивил, ну давай будем, честно, Мартин, сама там, удивил, не этот поединок, он вообще жуткий андердог был, Мартин, 4-3 у него был каэф. Учитывая, как Лендруш, Лендруш, учитывая, как самат провел гранд-при, сейчас он потом, финальный вот этот бой, да, на стадионе, который, Мартин, конечно, молодец, он, просто знаешь, я в этом бою еще увидел, что самат получат с первым номером, что-ли, плохо, или он слишком чуть-чуть уверен, как Лендруш был в UFC постепенно превращается, от боец, боец уходит, она ничем не теряет, приходят новые бойцы, которые, ну, сейчас, сколько ярких бойцов раскрыло, я думаю, то, что я сейчас ушел, это прекрасно понимаю, что в плане медиа я потеряю, там, я даже сказал, через полгода забудут, вообще, поединки проводил или нет, но для меня это знаешь, как спорт для меня, это вообще не на первом плане, чтобы, ну, сильно у тебя вообще медика, получат, полтора года, да ты, да, полтора года, чтобы ты понимал, например, я до хардкора, меня вот боксеры, может, ребята знали, что же я выступал на каком-то уровне, и больше вообще ни на ком, нигде, я не знаю, до что это, ну, ты появлялся, хайбулом салл, говорили, этот, мастерспорт международный класс по боксу, такие, мастерспорт международный класс по боксу, но не хайбула мусалф, и потом, да, 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 прозвища мегат хищники, хищники, я знаешь, как это мне, как бы, вот, помнишь, мы даже с тобой, акуня прозвища, говорит, будет, я говорю, а что, его придумывать, что ли надо, это прозвище, я говорю, как тебя называют, там, на сборах, в зале, да, где больше, так, скажем, и, так сказали, помнишь, когда подписание было, но это соответствие было, типа сценарий, что ли какой-то, а какой дикит, придумаем прозвище, я думаю, что за придумаем, здесь знаешь, как получалось так, что заходит человек, яркий, интересный, дальше прочее, и здесь, еще момент такой есть, будем честными, люди больше запоминают какие-то символы, нежели имена изначально, и там выходит какой-то там, Эдуард Вартанян, львиное сердце, у меня тут ситуация была, когда у Эдик после боя с Раисом, там, поедет, эмоции, все, и Хасиф, например, не сразу Эдуард, вспомнил, вспомнил львиное сердце, и она говорит, львиное сердце поступил хорошо, гай, но есть правила, типа, вы за рекомендовал байями, это прозвище, да, тоже надо оправдывать, когда это, конечно же, и, а если не соответствие, у тебя прозвище, бегемота, ты же видел, ты же видел, ты поединки, даже, тут же, тоже лиги у нас, такие страшные прозвище, ребят, воин, еще что-то, а там, бой, бой, покажут, что он далеко не воин, после первого касания, типа, там, угловой, давай быстрее снимать, показывай, по никнеймам, мне больше всего, Женкен-Лев нравится, Женкен-Лев, и у Анатолия Малыхина сладкий, Малыхина сладкий, шука получает, сладкий, да, он выходит, он чемпион в NFC, в супертяжелом весе, и в тяжелом весе, и в тяжелом весе, сладкий, и в Тайланде, с ним пересеклись, вот так же увидеть, ну, очень такой, позитивный, очень позитивный человек, да, мы с ним в одной команде, Golden Team были, мы течек проживали, вместе там, в столовую питались, такой очень позитивный парень, зал Добрыни открыл в Таиланде, так что в Таиланд полечу, там, в Добрыни три раз, в Таиланде зал Добрыни, ты серьезно? Добрыни, и мотай зала хищник, зала хищник, Таггер, и Кейп, и Добрыни, ты, ну, не знаешь, что там, что-то не понравилось, они знают, не в обиду Таиланд сам, что-то гигиена у них хромает сильно, ты же знаешь, ну, смотря, это знаешь, как у нас, там же есть Тони ресторан, ну, кафе, вот у Тони, и там, знаешь, там, ребята все питаются, и мы там кушали, все классно, и нам ребята, бойцы говорят, типа, здесь все классно, много острого перца, и все нормально, здесь все классно, шикарно говорят, но главное, на кухню не заходите, если на кухню зайдете, больше там есть не будете. А вот ты сейчас сказал, я к тебе вообще не привереден, гигиеник, чистоте, у меня вообще какой-то был, это, календарь все увижу, там, как стакан дают, который не помыли, который видишь там, я вот то, что ты сейчас сказал, я там в кафе, одному зашли, и я так говорю, где можно руки помыть, и прошел, который, ну, для сока, я смотрю, они валяются в умывальнике, их походу они чистят, и заново что ли дают людям, они не мусорки были, а в умывальнике, они получают, загмуют, и опять, я такой, сильно мне, как сказать, удивился от этого момента, а так, Таиланд, конечно, природа, климат вообще, для меня, ну, понравился очень, ну, вот, я жгру, я, у нас такая связка там была, я, Хажи Мурат, Чарадос, Шара, там, потом еще, тоже один из наш друг Тамерлан, тренер по тайскому, нам и каждое утро ездили на это зарядку, на этот, на море, или мы, когда в Таиланд полетели, это был 16-17 год, ну, 17 уже, и Хажи Мурат тоже там был, и Хажи Мурат там уже столько был, что он уже как местный был, мы, конечно, подъезжаем, и он сидит такой, как местный парень, что, ребят, как вы, не, Ажи Мурат вообще весело, сейчас сказать, не было доехать, он, душа компании, там, честно, на такой этот, я же первый раз заехал в Таиланд, ну, такое ощущение было, что я с Дагестана не уезжал, там все наши были, Торки, все дела, Будда это, Торки, Торки это Будда, да, Торки это Будда, чисто туда, что в субботу туда, и вот это на кольце парилка, ее забил, ну, Шара как раз, Шара, ты что в Дагестане уехал, а, брат? Не доехал, пресс-то, Жарик, тоже с Хайбулой, приходи на подкаст, он говорит, да, да, Армальд, говорит, я, говорит, я, короче, этот, семью давно не видел, Армальд, не надо поехать, все, не, ну, на самом деле, честное место, ему есть оправдание, нет, все бывает, нет, ему есть оправдание, а, 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 не, не, брат, это не по мне, брат, а, не, у нас, так, у нас здесь разговор, а, Русь, не, у нас здесь все цивильно, что вы, где, наберемся, да, у нас здесь подкаст, все-таки, давай, сейчас, смотри, этот, шара, как и этот, твою историю, вашу, он что-то всегда, так и в подкаст, нашмарался, у меня интервью, я сделал тоже, оборвался, да, знаешь, как он, чем мне нравится, шарма, относительно давно познакомилась, но он очень такой, он искренний парень, у него нету наигранности какой-то, я там, дружеский, дружеский, наигранность, прямой, он, не то, что, может быть, он намного, не такой прямой, как я, он очень умный, сам по-своему, да, и этот, как сказать, и все вот эти моменты, то, что произошли, это то, что искренне произошло, я жду, очень много, значит, это уже начал к этому, как-то относиться, сколько людей, столько и мнений, сколько миллионов России, да, у нас есть только мнений у людей, когда начали эту ситуацию кубаторить, это план какой-то, из мухи сона раздумил, то, что уходу, мы тоже, хипиши, типа, хайпанули, просто, это где-то, ты видишь, ты комментарии читаешь, или как? Нет, честно сказать, я буду честен, я в ютубе, как раз захожу, первый, не все, конечно, тысячи комментариев, первый, может, 10, 8, вот этот, который же есть, их, откроешь, так, я тоже читаю, даже отвечаю, и там, знаешь, как так, слева аккаунта, правда, да, не бывает, бывает, интересный, так, чисто так, интересно, бывает, почитать, поэтому, никто не хайповал, то, шара из попы ума пришел в юси, в свое время же шара был ударником, базовым, да, там, кикер, он тает, тает, и он, ммм, не занимался, когда дрался по ММА в клубе зиновый борс номер один и проиграл этому Турсунбеку, а это был профессиональный бой любительских, когда это было получается такое, я даже не помню, профессиональный это любитель, это, значит, короче, любительского у него же профессиональный нету поражения, да, да, нет, это я, но это он набирался опыта, наверное, на такое, там потом такой кипиш был, киргизы, даги, мою, что, там драка была массовая, ну, и чтобы эмоциональный народ такой, видишь, это еще до создания попа мани делали, это было, это, не знаю, 2013, организация, это, 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 номер один, набор, знаешь, вот, в клубах проводится, получается, то, что в ютубе, так, это не спарринг, это как бы турнир, я понял, почему ты говоришь, я имею в виду, сейчас же так, тоже хайповая тема, не то, что там на каких-то аренах, а просто спорзалась, ими нитой бойцы спарринг проводят, самое забавное, что тут даже спаррингов не было, никто не снимал, это просто как бы турнир такой, который проходит там, Wolf Cup, ну, знаешь, всякие такие турниры, которые, судьями, да, судьями, ну, наверное, это любительский турнир, потому что, да, это любительский турнир, насколько так шаро говорит ему, профессиональный рекорд, я не знаю, почему-то Шердог убрал у него, три или четыре боя, у него вообще рэнк должен быть. У него, посмотрите, там получается так, что он начал двигаться, более так, профессионально, ему это через гран-при нашего дела, которое только было, и мне нравится, что Шаро говорит, что говорит, я сейчас говорю, захожу в UFC, говорит, меня фаворит мужу видит, обсуждают меня с топами, бои, когда я заходил, говорит, в гран-при нашего дела, говорит, шансы меня даже шансов не давали, говорит, меня не рассматривали как фаворита. Уровень нашего дела, понятно. И он говорит, типа, вот сейчас пришел именно в UFC, и получается, что шутка еще была, хадис только что был, что хадис из UFC попал в пупу, шара из попал в UFC, обратка такая, и он от ударника привез. Не дрался, Шаро? Нет, нет, и он получается из ударника перероса серьезного профессионала по ММА, ты ее так же видишь, да, в течение короткого времени, там два года, так же этих прыжок. Ну, знаешь, как я, я реалист, и всему отчет сейчас я буду отдавать, я планирую, вот какой бы организации не был, например, как-то сужил. Возможно, да, возможно. Сразу подогинул. Сразу обозначай, да. Я с какой бы организацией я сейчас не двинулся, бы я по-любому думаю с организаторами встречаться, и я почему сейчас думаю, как чуть-чуть если организация пойдет на встречу, на своих условиях это выдвигать, я уверен в себе, что я могу яркие бои проводить. Ну, так же я реалист, я даю отчет, что если меня сейчас с хорошей машинкой поставить, там шансов не будет, да, у меня? Ну, если постепенно это все набрать, я готов трудиться. Если бы я как-то был бы связан с матчмейкерском и организацией боев, если подписал бы такого бойца, как Хайбулу Мусалова, смысла мне его ставить против вольника никакого нет. Мне интересно бы увидеть его рост именно в этой специфике с равными оппонентами для дальнейшего развития, и уже когда он созреет, выведение его на титульную историю. Арман технично закидывал. Если бы я был бы как-то связан с боями. Но я ведущий подкаст, вы остались рассуждать. Я же не каждый заединок. Шел, подписывайте себе. Не, поэтому, знаешь, к чему, вот, Чарик, даже я к чему эту мысль всю вел. То, что если даже я там ничего не достигну, в этом, да, я же говорю, о боями там заработок у меня не от боев таких, прям основной заработок. Просто то, что мне нравится, хотя бы сделаю под конец карьеры. Хадиса, именно карьеры любительской не было такой большой. И он вот именно, для него трепетно по поводу там какого-то продвижения спортивного, вызов, нет. Для него это чисто источник доходов, а ты рассуждаешь так, что тебе просто это интересно, а финансовое это уже на втором плане. И вот ты говоришь, бокс уже не так интересен, кулачка уже не так интересно. По факту, хардкор, кулачка, это вторая организация в мире получается, да, там, и как бы там ну уже достиг ты конкуренции, кого противопоставить тебе сейчас на данный момент. И вот есть история ММА, в которую ты только заходишь, и знаешь, как будто ты повышаешь уровень сложности, и это тебя заинтриговывает. Ну, я же говорю, мне это очень интересно. У меня все бойцы окружают, мне очень интересно себя попробовать на профессиональном уровне, может быть, со временем, там, не знаю, со звездами ММА, которые есть за границей, здесь, в России. Просто себя потом уже проверить. Просто в залах бывал, даже на Дагестане в залах. Я там стойкий, чувствовал себя неплохо, с хорошими бойцами ММА. Я понимал, что там, знаешь, как нужно учиться. Ну, когда, как говорят, заметно. боролся или как? Я вообще с борьбы, честно говоря, начинал свою спортивную карьеру. Хотел борцом, честно говоря, стать сильной. У меня, когда еще... В каком возрасте сколько ты занимался, борьба? Сейчас я тебе расскажу очень подробное. Например, в Казахстане я же вырос, здесь, в Казахстане прожил я с детства. Где? Вообще, в село раздольное называется. Это вообще глубинка там, в Казахстане. Это где? Казахстан. Нет, где конкретно? Где конкретно? Кустанай, ближайший город. Да, я знаю, где Казахстанай. Да? Уже тоже на половинку назад. А, да? А где ты жил? Петропавловск. Нет, получается, это рядом области, Кустанайская. Я в Кустанай и рядом вот село раздольное. Я не помню точно... Это на север получается? Получается север, да, север. Это в сторону Тимирязи, вот туда, короче, Тимирязевского района, да? Вот этот момент, я видишь, давно не было в Казахстане и вот у меня в планах посетить Казахстан, где село, где я прожил, например, вот это детство. Я к чему говорю, что у нас, например, село Аразольное, там не было никаких секций. Казахстан славится разным видом спорта. Там не было ни борьбы, ни бокса, ничего не было. Я, получается, там до седьмого класса как прожил и приехал в Дагестан. Когда в Дагестан приехал, мне было уже 14 лет. Я думал, уже запишусь на борьбу, буду двигаться. И мне родственник сказал, что ты пока-нибудь там в Дагестан по борьбе выигрыш, там лет 10 пройдет. Типа ты опоздал на борьбу. А мне старший брат на бокс ходил. Я думаю, тогда бокс. Получается, за полгода занятия у меня в Дагестан выиграл. В 14 лет? Да, по юношам в Дагестане я выиграл. 15 лет я на бокс пошел. 14 лет я не пошел. Например, я себе цель поставил, знаешь, как не было, цель по боксу достичь успехов. Просто я хотел брата обогнать старшего. Он за 7 или 6 месяцев занятия бокса выиграл по юношам в Дагестан. Я получаю за 4 месяца. У вас сколько братьев просто? У меня 3 брата старших. 3 брата и все дагестраны по-любому взяли. Не, не, у меня вот получается вот Махмуд только спортсмен и муж с ним так занимался для себя. С нами Марат, он так по строительству бизнеса. А борьбой ты где занимался? Казахстан? В силу, я же говорю, занимался. Вот с детства мне нравилась борьба. Как я не скажу, что занимался. Я приехал в Дагестан и там ходил полгода на борьбу. Я же хотел дальше борьбой двигаться. Секции пощищал, там борьбы. Даже боролся на районе. Третьим стал. Знаешь, как третий стал? А в одну схватку выиграл, в другую я на туши положил. Короче, да, такая интересная история. То есть, борьбы у меня нету, только узнаешь, чтобы сейчас меня какой-нибудь с улицы парень перевел, ему труда будет. я видел туда схватку с кимчи. Влад, приветствую. Не, с кимчи у нас, честно сказать, вот сейчас с кимчи это такое, я не думаю, что он в кадр попадет. Я там в чистой одежде был. Как бывать, я не хотел там вообще бороться. А вообще запрыгнул у тебя? Не, да, я там чуть дойдет. Там, знаешь, как неукрыжая борьба получил, просто запачки не хотел с ним. Мы там что-то на полу еще были. Что-то такая, знаешь, как даже нарезку не надо было этому ставить вообще. Я не понял, к чему это. Да, давно ее поставил. Но, наверное, показалось, что вонской было, боремся. Да, Влад же борьбой занимал свое время. Да, он мне рассказал, что он грэпплер там. Я даже не знал, что он грэпплер. Просто... Он еще и кулачик. У нас же весовая разная. У него подкасты интересные, у Ким Чи этот. Он хороший журналист. Когда в любой турнире проходит, он обзор делает такой, знаешь, как непредвзятый. Несмотря на все ограничения, мы стараемся выпускаться на всех цифровых площадках, поэтому слушайте наш подкаст на всех аудиоплатформах. Помимо нашего YouTube-канала, не забывайте подписываться на наши социальные сети, все ссылки в описании. Поэтому у меня всегда вот это в голове тоже было, кого выступал, что досудить, доводить это вообще. Я раньше знаешь, как у меня даже не было по идее, когда полюбительном боксировал. Я в конце, я может карьеру уже понимал, что какую-то тактику надо. У меня уже не было в голове, что соперник должен тревог продержаться. Я думал, надо его вырубать. У тебя стиль бокса такое, что ты всегда идешь плотно на соперника. Ну да, максимальный урон хочу сразу нанести, не откладывать это как-то долгий ящик. И я жгу у меня первое время, для меня удивительно было, что он должен три раунда будет пройти. Я думал, что... Зачем? Да, до судейства доводить это такая тема, знаешь, как. Смотри. А когда руку поднимает, вот мне еще старт, и знаешь, у меня еще братья говорили, там, если бой заканчивается, только не исполняй после боя. Типа там, что за суета, всякое же можно делать. Я всегда вот в голове уже, если бой заканчивается, сейчас, если вдруг мне руку не боюсь, я бы я там не исполнял, потом не ходил, никого не обвинял в этом. У тебя единственное эмоционально, который ты реагировал в бою, это с Ашимбаевым, когда ты ему Факи показал. А, это такая история, если Шимбаеве, вот по боксу был у меня с Мазуром, да, там по боксу было бы не видно. Нет, по боксу, я по боксу, не факи была, там я после 100 побил, там были моменты, тоже, это бой, осмотраешься, или на рамки, или на рамки сказать, благ не был, ему вот так показать, он просто мне, знаешь как, в бою мы когда вы задрались, у меня вот так показалось, ты иди сюда, я сказал, не пойду, Акапа во рту был ласкать, не мог бы уйдет, а по обозначил, я типа, я типа, ты бы, я типа, по сказал, ну и жестами, типа не пойду, короче, и так получилось, что я типа, я типа, там везде хорошего себя строю, обои, типа я там, ну это бой, я живу никак, да, я его никак там, его через, же, перчатки показал, и в бою, нравится тискает общаться воед общаясь с соперниками когда успеваешь что вроде бы сюда гоня там знаешь как не бывает же там даже там 1 1 кто общался это гудан энрике гоголь вот он любит тоже нужно раскрою секреты ничего не задевают там бою именно по бою там не говорит и черт еще что там ты говорила что по боксу ты плотную работу много ударов на себя принимала отдавал в чем тебе пришлось перестроиться под кулач вот именно да я знаю что именно после боя с ленаром я начал готовиться бы раньше знаешь как я на кулачку выходил я тоже думал как можно на кулаках больше двух минут типа это типа натуре драка обычно что на улице делешься я думаю как можно улице две минуты двигаться и от я пустиле наркотре равно прошли мы это за дышать в конце есть я просто реально тогда начал сборы профессионально по тропу водить и для кулачки я себе свой график выстроил что мне месяц хватает на подготовку две недели в горах и две недели на равнине это спарринге подвести и в кулачке не нужно ждать я когда вы же пацаны там даже пустину делу только узнаешь как красиво так вот я думаю зачем этому шляпу исполнять надо максимально держать уже есть кулаки где его лицо и быстрее все сделать не двигаться плане бокса а если как боксер двигаешь кулачки я честно сказать я считаю это выше пилотаж то что часто присосом сама да сама от напомню сослан они же показывают мне больше сослан нравится знаешь чем то что он и в боксе например и мне сбок с кулачки на бокс тяжело было перестроиться провел по боксу бой и через две недели по кулачкам пусть защищал и знаешь как рискован тоже был ну что словно через это маэстро скажем так на руках насколько четко себя показал смог знаешь как именно для меня он как-то стереотип самому что надо долгое время перестроиться ну там и там все неплохо чувствует и в чем он это объясняет чем можно просто свой стиль не менял да он свой стиль не меняет у нее же реальная кобра его зовут у нее такие выпады будут резкий как обраку сайт и уходят алистанской как он подлавливает когда с кудряшов дрался я вспомнил бои усика короче с кем он бакси усик усика в последнюю бою когда он дает джошуа джошуа вот то же самое у нас как переигрывал переигрывал перед и то же самое с кудряшов кудряшов там такое ощущение что был наш как бой идет и такой сейчас кудряшов попоет и новичка на ничего не знаешь как с основной с кудряшов уже все думали если он встанет он ударит ну в том числе я так думал сейчас я не буду там отрицать уже уже и встал начал принимать это тяжелый удар да ну не сразу да потому ему классный был вернемся тому что разница бокса и кулачки там огромная разница я думаю по-любому как минимум не надо принимать на себя у нас себя принимать удары это вообще наш как ну знаешь подготовку тоже надо правильно проходить я вижу пацаны некоторые подготовку делают как боксу а я например своей подготовке я себя программирует а когда еще по кулачке выступал что ты голым кулаком бишь и например после тренировки свободно говорю ребятам чтобы они били сильно похоже на панелом легко там накидываешь чтобы сейчас кому-то дарит ты же от суши от суши до болезни трубе судиком надо этот а я уже да я вот так знаешь как я вот так себя запрыгнули что надо эти удары принимать и это тело ты свой набиваешь даже вот этот пятнашки и же боксерский пеношку так раз здесь там более плода у меня я даже вот тайна таиланде вот шара я ажи мурат там есть то по утрам и зарядки делали мы по утрам делали плечи руками а корпус ты должен засаживать кулаком это на такой много это нормально это бой и она больше адаптация идет кулачки всю дистанцию убираешь протянем а начнешь когда это больше продвигаться двигаться там по борьбе этот я если что могу помочь как я вот именно по ударам вот как раз эдик тоже любитель такой зашиба не за черночек есть и привет а ну график тоже боксер настоять хорошо есть в любом ты узнаешь то что . и у эдика тоже есть такой он сидит рядом это значит на этот раз пробивает как меняться обмениться опытом это вообще я думаешь я считаю что спортсмен вот мое мышление да в этом что он должен чаще проводить там совместные тренировки сборы с бойцами дам уровня до повыше чтоб ты я думал даже боксеры где они набирают в основном на сборах когда все мои бойцы это начинаешь до расти смотреть свой уровень ты там с первыми номерами граммит и разборные пригласили и там я сперва думал блин эти с потереку и смотрел своих соперников всех думал мне что там надо подготовиться другая с ними уже в риге оказывался и с ними спарринги проводил и нелегкие я поняла что это не у него где-то не недосягаемый нет такой системы много таких вещей когда сборы подсвечал и кого-то перезор я считаю это рост спортсмена обязательно если у тебя из финансов если ты там не сборная то постарайся финансы найти где-то до посетить сборы по-любому так быстро вырастешь часто вопросы бывают как добиться успеха типа быстро спортсмен что основные из таких факторов это конкурентная среда конкурентная среда и сборы чаще на сборы ездить это кисловоз как здесь бывает сейчас я не знаю озеро клубы где они боксер проводят и было смоя если вот в тот момент не появился хардкор ты был по спортивной двигался бы или уже все точно завершил а я хотел вам уже перейти на тот момент аркаду зал ходил там шома амиров митилов сами они же там тоже тренируете уже такой все полная думал знаешь как потихонечку где-то мы на буду по-любому попробую до своих сил и очень много дал мне друзей бойцов с кем так общаюсь этом хама мустафаев устам хабила забей там еще кто из имею рамазан очень знаешь как думаю они бы мне посоветовали помогли тут такая интрига начинается нашлись и в кулачке хайбула с кем-то дерется и уже сразу underdog то хайбула в мм а прямо интерес вызовет такой большой типа как он здесь а поезда я знаешь как я уже так настраиваешь там вызову будут такие тоже кто хочет ты погиб что я на хайп и до сих пор знаешь как ну близкие тазарные мою психология до спрячь и не привык к этой известности тут на меня начинает смотреть я иногда тоже научит его чем смотрит на меня а еще не привык тому что там где-то в интернете заказать ты не поэт и не закончил эту мысль я говорю как тебя медик и зайти по за это полкатора года ну вот я жгуру вот вернем получается уже отвечаю до медика возросла знаешь как я спешку до сих пор у меня такое знаешь нет такой не осознал не что не так уметь и известны у меня . ситуация была извиняюсь я дешево он я думаю на ситуацию в этом тоже поймали а я из города такого маленького что тебя таксист это бесплатно провелся таксисты узнаешь таксисты они едут да и смотрят отзывом как раз довезу и посмотрим я короче этот системный респект город у нас маленький 60 тысяч населения было города ржав в тверской области и получается так что я приехал москву то пойма начал наступать и как-то как-то люди начинают узнавать больше такая ситуация что ты идешь и на тех кто-то вот так смотрит у нас городе если кто-то так на кого-то смотрел это какая-то провокация и и ты поворачиваешь что смотришь что-то узнал да ты арман гулян как раз так и взалкиваем на мысли себя поймал что так реагировать тоже такая интересная история у меня была как ты говоришься еще это медиа особо не привык с аэропорта когда мы с махачкова вылетал короче я так этот как у кофе попал себе и взглядом поймался там мужиком взрослый взрослый меня был следом поймался на него посмотрит я потом отвернулся кофе взял опять ну у меня знаешь как недобрым взглядом смотрит я думаю блин ну наверно пустил мужгу потому что у него проблемы задумался опять он нагляд на меня смотрят я думаю все короче кофе беру к нему и дуже я взял кофе к не в этом конце гид хищник я такой уже не знаю я уже на стресс много чем говоришь о чем я потом себе постепенно начал на если кто-то что-то хочет тебе докопать пусть выскажется да я уже так внимание на эти взгляды уже начал до к этому адаптироваться так стас таксистами они наши когда узнают это интересно я короче тут приезжаю в шереметьево не шереметьево это в домодеду я выхожу короче просто мдой что такое я жду машину трансфер до машина парковки сайт и клики дядя армии дай мне бог уже дядя видишь мальчику ли дачал дай-то с хардкором это пошло типа этот зал ты мой получается всем дать еще хотел спросить вон ты говоришь потому что бокс там перестраиваться от моменты у нас есть общий товарищ боксер который говорит что он прямо видит нокаут на когда боксирует энрике гуданга гохи и в риге это кикбоксер да он сейчас по боксу развивается у него сейчас 13 0 в америке живет но у него наверно опыт там огромный да и он говорит я вижу этот нокаут он тоже не этика это удивляет этот момент потому что эдик ты рассуждал ты говорю по поводу что я просто делаю и получается получается просто меня бьют и я бью в ответ ты видишь нокаут ты как ты как не смотри это это буду честен откровение с большим уровнем которые есть оппозиция нокаут там она я не вижу ну когда уровень там намного ниже меня я вижу не дыры куда можно пробить и если увижу что плечо опущено я знаю что ему справа сбоку по-любому засажу потому что я например знаешь как бойцов я честно не понимаю чуть от тем отойду реже такие бойцы гид которые я не спорю соперника не разбираю я думаю это же вообще ну как как можно на бойца готовить не разгиб такие были есть такие на которые не смотрят к бардиев так сказал перед боем с девчонки я думаю у них на мент такой вообще высший пилотаж у них свой да вот так не разбирая соперники выходить но мне казать наш они несколько они не смотрят они психологически себя закрывают чтобы эмоциональный а за них тренер смотрит и дает задание ну и на все равно так можно я вот буду откровения на весе мне дают соперника я его начинаю сам у меня нету такого тренера чтобы рядом был я привык сам двигаться на нас еще с 11 года и по боксу я начинаю архив доставать смотреть что он делал молодости как он рос смотреть где он сильно спросу где он сильно подрос потом смотрю где он весит нокаут из где он открыл удар нокаут его суммяка смотри даже будет бусте элементарно красота не делать как как раз в руку возвращает или нет даже у меня это все это все разбираешь и отводя эту мысль к этому нокауту если я увижу что парень например на левую сбоку бьет мне рука здесь я знаю что я его в размере поймаю левую сбоку если вижу что он правый сбоку беду не рука у здесь висит я знаю что я в размере ему справа сбоку дам короче или анализируешь вода и нокаут из хорошего и нокаут процентов 78 он придет я знаю что он придет а если там высокого уровня боец я уже мне но это ты получается готовишься на размер а в принципе на бой как ты как-то подстраиваешь тактику именно под правый боковой ты выманиваешь на этот размен или как ему да да ну и вот в этом плане я смотрю бои артура бетербеева мне нравится как артур что он такой знаешь как агрессивность или боец а бывает он когда на себя начинает тянуть у него есть такая коронка начинаю вот еще заметил него начинает вправо шаг и влево типа шаг делают он когда вправо делать шаг сюда тянет бойца и когда влево он сразу право сбоку на встречу кидает у него много нокаутов где он так на себя тянет начинает углы тоже очень получается вначале справа потом налево смотрим этот мы двигаемся когда он сюда уходит и сюда ушел чтобы расслабу дождаться правому дать потому что чтобы раскрыть его по центру он например вот так двигаться боец например он видит что у него здесь есть что-то пробоина и он сюда типа поворачиваться за ним а он когда сюда поворачиваться руку не поднимает он сюда поворачивались правую сбоку отсюда прилетает это у него сильная коронку артур бетербео сюда уходить ну когда сюда уходит здесь уже дать справа короче но у него много нокаутов вот так именно на себя вытягиваешь этот у нас эдик зачастую мне скидывает нарезки или с техникой борцовская куба или с ударами потому что мы под определен соперниками там падали на себе зеленый раз да ну вот видишь во многом вот просто же историю ты сказал что изучение не изучения дача коротко рукам к полюбителям выступал дают в казани бой по профессионалам 1 я ищу видео боев у соперника что нет у меня нет боев нет я уже генах и знаете перебиваю если ты сейчас увидишь бойцы у которой ютубе воеведу из-за позиции полотку до города полюбить у меня тоже у меня ничего не было и в итоге я нахожу чемпионат сахарстана поймем а фотографии короче папку это все я смотрю вижу что он два раза выходил снизу на рычаг локтя я только рычаг локтя делать и когда его перевела мне выходить на рычаг локтя дать я уже локоточку и после боя мы с ним что-то рассуждаем он говорит вот я ничего не нашел я говорю я у тебя нашел за раскрыл дать искать подготовка это мне просто знаешь как бойцы которые на коротком видами уходит у меня с ним тоже такой большая уважуха да что они так рискуя я бы например насчет себя скажу что я никогда на короткий то что там типа боюсь еще что-то это считание ответственности такой немножко ответственности убираешь себя никогда на коротком удаление бы не принял такой поединок рисковый риском спинга ты нам на я смотрел джон джонс и сирил ган сейчас идет тема я посмотрел у меня реально золотые слова такие если ты выходишь на бой типа на короткую не узнаешь типа ты ведь на битву пошел не взял с собой ничего горит и походи сейчас смотришь и подкаст он тогда делать просто выходит получается там против него с мячом счетом и что люди будут оголы вышел и думают какая победа там чисто если так как разно разные вообще да да у нас вот на одном стуле вроде сидели понимаешь мысли абсолютно от каста таких очень интересных получится как человек который наш мои сходи сам общались и он за два года с нуля единоборств до сборной россии дошел на 2 года с ними уси борта он в юси попал одарю на одаренная вот чески я думал что он раньше чуть видео у него этот интервью где он говорил что мы боимся мода начало с его рисков так пошел по карьерной лестнице и когда это времена м1 там же серьезной конкуренции было где он то ним сразу титул забрал как у был немец какой-то штук не пьются этот такой дать бы 800 это солдат атаку не было я думал тогда он его снесет потому что до этого он с валерием их всех овом дрался я был боя в углу валеры я думал блин какую-то и браги ходи с ибрагимов ну там молодой паре там 23 года ему вам просто раскопал прикинда таланда и все на коротком выходил ну возьми дальше с бойцов мира уровня получать даже с рилган да он тоже как-то шесть или сколько боев потом этот перейро у него 6 7 боев такие да но у него карьера к 1 то есть если так же малолетство то есть вернемся к тому что которые говорят ты собираешь мама дебютируйте же ничего нету дебют это надо ты делать получается какая-то база из по-любому тебя и база есть у тебя и профессиональный подход есть у тебя и скажем окружение есть который тесно на главное движение больше даже буду знаешь как если бойца окружает такие достойные люди которые профессионалы деле он может достичь успеха а если у окружения мальчиках такие несерьезные которые даже знаю там чисто его хвалят то что он тигр который никого не чувствует виталиков нету тебя в окружении виталик мне нету товарища хорошим поведением веселый видел крокодил у меня прозвище своей она чуть хотел ты вот говорил про бои серьезными конкурентами рост ты по боксу свое время со всеми первыми номерами до российскими работал и среди них бил и бил бы да тоже да сбил у меня встречался на чемпионате россии в питере 2011 года в одиннадцатом году там 414 дом на счет был разошлись это ты выиграл или что я проиграл я три россии подрался получается 18 лет первый раз на россию попал 18 лет 19 20 и потом когда махановский выиграл в дагестане меня азербайджан пригласили но у меня любительской карьеры из полгода азербайджан представлял получают четыре года до сборной азербайджана азербайджан пошел салам хочу передать потому что это где тоже свою спортивную карьеру раскрыл я когда в россии выступал я дальше кислотский не ездил оттуда когда попал азербайджан а я там сперва как профессионал по профессиональной лига была любительская там можно сказать увидел мир увидел соперников новых заграничных именно международный уровень и там очень много опыта набрал я и на олимпиаду отбирался из азербайджан я просто за полгода я травму получил пришлось остановить карьеру вот травма такая травма интересного короче не смог продолжить дальше сказать отдыхать на свою новую была мечта олимпийское золото она не она сперва была мечтой прикинь да еще даже сижу сейчас рассуждаю там друзьями тоже а я же со всеми дрался с до олимпиады я подрался этим олимпийским чемпиону который будет кубинец если очень на равных отодрался я думаю если бы мы еще встретились обдумаю даже одержал него победу потом с финалистом олимпиады узбек если связь не спарринговал тоже знаешь как у нас такой спарринг получился интересный потом призер который стал парень я выиграл отобраться за бажан и получать 1003 был там не помню кто что получается это для для себя это мечтал ну а нет мне было таким наш не осуществить на тему просто суждено было до веру предопределения верующий поэтому если не суждено она не сбудется из как бы ты не старался но причины надо создавать говорят же там есть такие тоже у меня друзья там чуть мы с друзьями их тоже чуть подкалываем не просто где то есть не суждено это не будет ничего не делать легкая легкая догадались бы и суждено же мне было сам пить и причине создать чтобы это что-то случилось поэтому надо в любой сфере где бы то ни было какое-то дело причину создавать не лениться или придет или не придет но в любом случае как этот иван доходих отговорил даже чемпионами станешь но ты будешь лучше чем вчера если бы за выходить посещать пока человека спортсмен ты говорил что для тебя в большим примером являлся и мухаммад али это жизненные позиции тайсон знаешь больше по спорту чем позиции это помнишь как хабиб тоже тайсон тайсон а потом тайсон на подкасть побыл где-то курил глянда тайсон уже не тот айсон честно сказать но в натуре человек который в натуре тайсон это наглядный пример его окружения как в яму загнала но если бы я думал как мухаммед али по-любому на окружали такие даст и саму личность был и как-то свою отстаивал все моменты а тайсон его окружения то он про него принимал религию то отказывался то он шабил то не шабил короче у него чуть перепады все равно легенда если плане спорта своего легенда конечно без сомнения мухаммед али тайсон все так точно добился больших результатов они чем-то жертвовали мой вызов мой вызов недолюблю то считаю что это был один из самых дисциплинированных спортсменов да в этом его величие что он дисциплинированный как бы не говорили его там стиль ведения больше надо может не выиграть но выиграть но малыми затратами и для публики а ты попади по нему да в этом же у нее фишка что он не давал по себе попасть крутой бизнесмен мульская до выставил карьеру свою очередь как нашу мы не пакет и со мной подерешься когда я совсем старым стану так и подарок знаешь да тут мы не пакет и мои вы заработали подробность этого поединка представляешь мой взят до того такой продуманный боец боксер то что он согласился то с мэнни пакет и после нокаута когда он от маркеса и то что он в лагере узнал что не травма плеча переднего например мальчиша нет травма плеча и там я помню этот разбор этого боя там один из аналитиков говорит мы получаем горит один из самых горит в истории боев грандиозных там тип его стали конкурентный и у одного горит бойца просто типа одна рука не работает я потом смотрю их не нарезки даже весь боя так не стал смотреть на резки даже он когда атакуют он эту руку особо не засаживает только заднюю все делают мои везли по ходу видишь он рисковал ну как осознанно чтобы риск а когда помнишь пока у всех носил я не знаю почему он подписался и дал реванш маркес который он выиграл два раза мальчишка маркеса легенды сделал такой нокаут да 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 но под шаги сайлевой в разрез получать не он справа дал правда он под шаги с левой ноги да 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 за у этого фаб он финтанул джебом я это разбирал это кто финтанул джебом маркес да он джебом до себя он сделал шаг показал джеб сделал еще шаг и в правый в разрез а как раз таки этот уходил этот пакьяо и его просто догон догнала не они это ты знаешь я тебя поправлю это ты гришь нокдаун а я тебе грубран аккаунт нокаут это значит было вот эти когда разборы делал боев для себя в голове и отчиска смотрю дать поединке ты много на анализируешь но месяц раньше сына боксом горел я очень у меня любимая программа была на нтв это ночь нокаутов если кто помнит раньше на нарезка какая-то короткая там такие нокауты были я всегда что замечал у тебя в голове делал до 10 секунд когда стучат надо будет вообще сильно сконцентрирован потому что в этой 10 секунд и происходит грубый нокаут такой потому что ты думаешь здесь секунд сейчас пойдешь на стул отдохнешь типа а там было 10 секунд где пока он у него пошел с атакой и он просто встретил даже есть замедленной съемкой марки с не видел куда удар летит просто вне закину попал короче до 10 секунд они очень важны и мне тренингся говорю эти две секунды должен забирать но не рискуя да вот и обидно в чем дальнейшем люди будут смотреть там майвайзер да там рекорд его и такой типа величайший там боксер этого времени а мы не пока у пакия уже будут говорить по последней поединке который там проиграны хотя вы узнаешь и боедусь в любом случае они вклад по-своему внесли они оба в зале славы до бог за и я не думаю он этот огромное наследие пока оставил 8 или 9 весовых категорий покинул как прошелся с 51 или 52 килограмм до 69 поднялся это вообще да уникум майвайзер свой вклад оставил все мухаммед или тайсон возьмем до наших с нашего например поведкин там не знаю валуев потом кто там еще из головкин до скаластана каждый оставил свой вклад сейчас мне надо нравится это кость а дзюдо сейчас мне надо на мой нравится хабибова хабиб это мой земляк султан ибрагимов там и земли которые да тоже внести в корпусе на спорте сейчас за ура была вес но этот почему это все сейчас сводил мысль побег и сбился как начало тени ну и что историю спорта они вошли в эту историю да да каждый оставил свой вклад и поэтому как сказать никак у них не умолять их не достоинства ну лучше среди них получать то не проиграл до моего здесь я называют лучшим мухаммед или тоже проигрывал но при этом сэйф до мухаммед или поиграла при этом мухаммед или все равно но знаешь как он же великий стал почему мухаммед или как же уважают позиции жизненная позиция он свою содержать его например его даст америка с вьетнама начал войну вести он сказал поэтому пиконусы чем не сделали типа не между мою семью никто ничего не трогал мою типа государства типа вы вторглись и я типа из-за этого там лишили лицензии от его всего лишили титулов лицензии он в африке дрался а ты знаешь на этот момент что когда его лишили этого всего ему кто помогал это джо фрезер был но я как читал эту историю кто вы нокаутировал нет я сейчас скажу такой чисто человеческий момент в этом мухаммеда риме ческать одно время чудо даже разочаровывал не поэт был на стороне фрезера типа ничего себе получать когда его всего лишили это типа фрезер ему даже его семью что ли там как-то обеспечивал посодействовал чтобы у вас вытащили да а потом когда он вышел он взял на чего выросли оскорбляя там знаешь как брать обезьяну говорит что ты типа будешь нокаутирован там еще что-то короче он может до конца жизни фрезер как-то эту обиду и не простил типа хотя он всегда говорю если будет какая-то священная война гид я бы хотел чтобы разным становится по фрезерам находился такие великие слова говорю но фрезер у знаешь как все равно типа глубине души не врастил ну да такой момент был и вот я тебе об этом и хотел спросить вот к такому трэш-ток у вас мы говорим хамдали самый величайший боксер почему потому что он выиграл даже триллер манили бы за но еще момент такой что он вывел бокс на дублю свои деньги до комедийность раскрыл он монетизировал это все экономический прочь проснись и то же самое и коннор дома грегор свое время но при этом люди чистый штук пошли вот твои отношения прошло замедали не было такого бокса без мухаммеда ли знаешь интересного мандарь где-то муж перегибал я очень сказал время на ю-тубе сильно смотрел трэш-ток даже так как у вообще мыслит он прям узкая ты такой вообще философ один из великих как он сидит его журналист говорит там типа как-то уколоть его решил типа и он может типа ты тоже не тот если ты сама же спросил у своей жены типа а вот он мой один из журналистом и говорит типа вы же занимаетесь боксом горит и у вас типа вы постарели и он так на нее особо не обращать внимание журналисты знаешь это тоже не красавчике ну ты журналист кит а я типа занимаюсь боксом и у кого мне в этом плане нравится знаешь трэш-ток маги с моего у него такой веселый трэш-ток бывает ведь 3 шток надо вести где личность не оскорбляет хабиб то что хочет и штука и у меня скрываю пока мы всего там жестко так то что ведет конверт решили что это вообще на превосильника забыл далеко не ушел бы полюбить радость да тоже искать то же самое ребята мы возьмем там во первых почему агамед исмаилов за владимир меня его зацепился значит даже владимир что начал вызовы кидает бойцам российским кому вызывал за начались там же все было наоборот да и магомед и смотрел ведь на что появился российский конор макгрегор выйди и поделись со мной а кому кидал вызов только модель меня его кидал вызов кому-то и этот ребята подхватили эту историю и они начинают и братья хермагомедовы тоже сказали меня и вот и с нами давай по газу и мага исмаилов на этой волне тоже сказал давай со мной и уже вот эта история связалась тоже самое у нас берем этих ребят потому что мы извиняюсь хайбати перса доктор поп-у-ма никулина честно мне это не нравится вот этот поп-у-ма который идет трех шаг у меня вообще не близок то что ждет то что он должен быть такой где ты не задеваешь личность и для меня это вообще дико не тоже для меня для наших всех окружения по-любому когда же забыдевал и когда не это ли задевал личности не ну блин я не думаю что я не видел нигде что мухаммед али груш это черт или он там отчета знаешь как там бойцу битт там черта и они потом мог да нет и черт хорошие потом бой по войну в мексике были на турнире у нас тренер там был русанха и рифа он очень такой словами может как сказать очень поиграть поиграть сильно мои словами и мы этот отсыл к тому что не понимаю и мы там прогулку делали я не знаю в жизни столько не видела трансов короче шоке босс микс я всегда думал что там рубаке это как можно мужики короче типа с мужиками двигаться и и этот короче шок контент мы увидели там с в этом когда прогулку делали с гостиницы вышли и потом там один из нашего окружения сказал я не понимаю как так можно не он хорошо что не понимаешь друг еще поймешь рассказал сижу на турнире на пресс-конференция и начинается кипиш не разнимаю там чуть это все прочее а потом у ребят спрашиваю четко есть вопросы идите решить расходу на камеру и гайд а ну ладно все понял дает момент хайпанули и лучше не мешать им да 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 хайпуют хайпуют узнаешь ничего самое больше в этих ребятах не нравится они хайпуют свою часть и засуне за теряет свою мужскую это мужская теряют а потом хотят с нормальным пацанами тоже двигаться и мне не нравится позиция нормальных ребят и охарактеризую нормальных ребят которые не участвуют в этом грязи этом и что они с ними хотят тоже контактного я например прямой человек по себе и я вот даже на видео говорю и пусть они это услышат то так делают я бы не хотел чтобы они ко мне подходили рядом со мной стояли вот такие личности которые теряя свою достоинство потом хотят это выбрать момент типа я что же нормально там серьезным батарея бывает ситуация мухаммадом али по его жестким высказывали сейчас нарезку мы варим знаешь как во первых знаешь как будем у так честно у них другой менталитет но и мухаммад или я не видел где он задевает единственным переборщился с фрезером когда я вам сильно гориллы обзывал ты горилла ты горилла там под окном у него был прикинь уже мне наверно грани все переходил я толстую был счету но лишь у них там были свои моменты какие-то так уйдет тоже да там у нас смотри у нас мы у нас сожгу наш менталитет европейский российский пусть даже в европе так не так жестко этим и мы может сказать свою сохранили достоинства том что мы не даем этому просочиться сюда прикинь если это сюда просочится как сказать знаешь сколько фанатов макгрегор не она есть она весна и такой большой такого развития как папа мать сделала в россии и на одном не в одном родной стране не такой причем его нашу сам не ты сам приведи пример то есть такого не узнаешь и заработок бойцов этом повысился конечно но всегда я как понял я сам к профессионам бойца вообще никогда не знаешь как веса почему потому что в медике в полном балла мало платить эти значит скажу в этом же есть этого личность бойца он сам выбирает себе как заработать например не тянет спортивно он начинает вот так двигаться но я бы если бы не спортивно не тяну бы я бы я думаю лучше бы я пойду на стройку и буду работать строительство хардкор знаешь какая дом два с боями это же видишь каждый выбирает запала разные кто-то я пойду лучше работать строительным я себя спортивно не буду тянуть я это в этом ничего не вижу это за это вопрос образно что что люди разные и например то же самое тимур никулин ты сам был что нет это сослал из барска как-то относится к танцам смотри мы это тоже дачу скрывать все обсуждали там все танцы да кто танцевал то не танцевал не только последние события я не любитель танцев так скажу ну я там чтобы осуждать танцоров кто танцуют да это их не личный выбор и они лично жены эту ответственность какую там плохую но мое мнение если ты медиа такое популярно уже стал вообще себя уже начинают молодые примеры и смотря с какого-то региона это очень важный фактор какого-то региона по-любому до свои истоки не нужно забывать на каком ты относишься у тебя твой тейп рот откуда ты если ты это забудешь у тебя в натуре ты уже у тебя будущее нет если ты не помнишь просто нет у тебя и будущего поэтому ты тоже надо давать отчет например возьмем с хадисом почему ходится ситуация если бы этот вышел бы на бой грубо говоря там ваня иванов то никто бы ничего не сказал бы да вот я просто видел интервью но если вышел бы хадис не ваня иванова даст танцевал бы там да а лизгинку то я не думаю что хадису были бы какие-то претензии да если бы хадис вышел лизгинку тело бы это же тоже относится к какому-то из субъектов где-то это народные моменты но там же не теряет смысл танец типа танцы тоже разные будет получается но я думаю из этого урок излёг хадис того что но и считаешь это неправильно но реакция на это событие как я думаю смотри для меня вот это все это напоминание же ему надо делать там брат или друг не делай так я не считаю это напоминаем когда начинают личное задевать там родителей братьев кого пока я думаю речку на много чего ему угроз пришло я не думаю ты же брат и же мусульман наши религии да но любые одну лиги надо все так-то уважать не думаю что призыв это насилие ты должен уметь красиво призывать если бы мог то что мы и мы по идее там дело наши близкие то что если ты хочешь к чему-то хорошему да если ему добра желаешь то день должен сказать черт почему так делать это не время 1 надо сказать давай это обратно ты понимаешь за что у тебя какой-то ответственность уже есть на тебя дети пример берут там еще что-то ну красиво например то что у нас происходит молодые ребята да могут вообще эмоциями большим увидят вот это неправильно и все да ты черт черт знает а ты оставь это а может ли на твою реакцию влияет то что ты с хадисом знаком и знаешь его и ничего плохого от него не видел на твое рассуждение если ты не был знаком с бойцом я же говори если бы если бы не знал и хадис был так и станцевал я жгур моего не то что хадис пусть это будет там другое да мой земляк например то там за мой брат мой с этому мнению что ты должен не все мы же не без грехов получается если я что-то косичную например шара да вот чупану за кадром если он ко мне подойдет и красиво скажет и хайбуа здесь ты в натуре чуть больше она у тебя надо с этим прекращать и конечно но если ко мне подойдет скажешь он же боится уже личность нам искать может себя уважают тоже ему скажет чудно там сделал человек что ли там еще что ты это саживаешь таки примешь поэтому эта ситуация считаю что то что он до другого в любому другому я бы сказал это тебя не красит за те не подходит да потому что ты и так можешь если тебе это интересно ради заработка то твои бои за тебя все скажут то это уже боями ты все показывал зарабатывал уровень а то что тебе теперь стало людям интерес там свои персони к боям это привлечь может это как-то по-другому красиво сделать ну а как вот но у него огромнейший потенциал этот вот и в этот танец его но вы заслали вообще с другой стороны все кто-то я был просто на этом боя лично с водом вагам вагапа с такими глаза смотрелся смотри я офигевал просто но от пластичность то есть мне понравился реагирована за перформанс потому что я так бы не смог пусть я если бы даже захотел я бы так не смог бы просто физически не такой кандид богат наверно тоже так подумал но вот все другие они просто смотрели вот с такими глазами и они запомнился то есть танцы знаешь как то есть даже точки зрения даже если бои раскручивать там как то с этой с этих моментов ему столько режиссер не не вызовет это 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 типично это типично а потом начали режиссеры звонить хореографы согласись вот только предложение пришло больную затронула еще и коверкаешь хореограф не серьезно ты хочешь тему развить до хореограф там хорошего желаю этот момент ему перейти и он же осознал все моменты как написал же что больше до танцева не будет потому что понимаешь может мы уже объяснил что в новости на его молодые смотрят как ты думаешь наши горцы да я вообще к танцам танец это не моя тема я не буду говорить скрывать что я по молодости не был помочь у всех был ну когда я лезгинку когда выиграл танцевал же нет смотря здесь говорю я ни разу лезгинку на этот на камерах на какие-то соревнованиях не танцевал ну я не скажу что я вообще его не танцевал ну когда ты взрослеешь если ты говорит в 15 думаешь мозгами также как 25 то ты потерял действий своей жизни типа типа ты должен за рассуждать и с возрастом из медиа ты должен осознавать твою стою это ответственность понимаю сейчас даже он обмен до что мне медиа да вот вы же вопрос я понимаю что медиа мне дал ответственность поэтому я хочу свою свою республику свое село родовое до приехать и понимать что с меня там примеры берут но я хочу его положительный пример сейчас говорят о чем ну как это танец складывается наш городцы предки да может быть тут резинку любит танцевать я же выходе слышал резинку ему ничего не сказали бы я думаю по учитывая с какого он региона да ну получился он станцевал да там чуть эмоциям поддались да оба мы же моциальный момент по-любому да там до конца же будут и вот так это вызвали на за резонанс ну и у оскорблять я считаю за это не стоило и вот эти происшествия то что произошли потом трагично она же привела к террическим последствиям получается я этого парня знал который гребен у нас на турнире одном боролся иногда знаешь у нас у нас даже у нашей резины наши субъекты российская республики они же тема отличается до каждый я даже сталкивался москве с этим как нас всех назвать черные типа по наехали его же одно время было черные по наехали мы всегда когда листы аккуратно обращаешься к человеку да там ты ждешь заимности же днем я помню да у меня такие же ситуации будет и я поймаю скоковая субъекты что ко мне уже от изначально как-то как прежде мы относились а я бежда обращаюсь ну когда свой адрес вышиваю такое наш офигительская конечно ты начинаешь два раза больше это показывать свое отношение к этому очень много конфликтов на улице был на улице раньше было сейчас не было ну раньше суд что конфликты драки на эмоциях там за рулем когда был лишь всякие моменты вспомню удачи было хорошо что я давно это не участвую таких моментах я же упала на соло гранд пауэра нету не я живу я не нашлась сарадой странице за за там родились рассказывал про то все понял понял он который не знал человека приехала я думал это гаджет твой друг не убеду когда взрослешь они же меньше становится ты рассуждаешь но вот последний раз из-за чего я конфликт произошел с кем-то подрался на улице драка не назовешь просто ударил да так эмоции не сдержался но что из-за чего это опять таки шгуру когда все граждан узнать я здесь вообще нет конфликтный человек ну когда свой адрес я чувствую какую-то знаешь что хотят унизить тебя как-то словами или действиями конечно любой кто себя уважает ты же не будешь держаться для себя так тоже сравнение дел сильные люди же они спокойные бывают и уверены в себе я раньше когда все это думаю анализирует когда ты уверен и морально и морально и духом да ты когда сильный в себе уверен ты эти моменты почему и драк мало да вообще как ты говоришь сложно сама меньше становится потому что ты растешь и рассуждаешь как логика есть человек который спортсмен он даже на люд на конфликт смотрит как на технически разбирает короче он хладнокровно смотрит если сделает это я сделал это а человек который не занимается единоборствами он воспринимает это как будто убить или умереть друзья по вас приветствую бойцовский клуб львиное сердце объявляет отбор гран-при 77 и 84 килограмм по ссылке в описании ты можешь заполнить анкету и нами будут выбраны 8 сильнейших бойцов каждой весовой категории и только один победитель в каждой категории получит право 3 раз в клубе львиное сердце проживать и все необходимое для дальнейшего профессионального роста проходи по ссылке заполняй анкету и у тебя будет возможность стать частью команды львиное сердце лечу в самолете и получается так что вижу какая-то суета творится самолете крики а я в наушниках босиком короче отец тетя релакс нарушили да тогда я слышу крик вижу женщина взрослая идет парня куда-то отводит там к это суета потом я нашу наушники снимаю вижу этот парень обратно летит эта женщина взрослая начинается ларить и да я такую же хорошая ситуация не хотел в этом оказаться не понимаю панику поймал сам не понимаю что происходит но там драка какая-то что такое летишь да да и я и я короче такой этот выхожу иду туда вижу там трое одного месяца один здоровый большой трое месяц я круче этих раз 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 к этому здоровому подхожу начинаю успокаивать что-то этот я могу успокоить он такой тип он выпишет этот момент вообще не положил и он что-то раз мне к этим успокойся и он размахивается меня ударить я под эту руку его беру и как бы закидываю между этих сидений я между сиденьем закидываю начинаю весом поддавлю с этой стороны рукава и у меня к вот замедленной съемки рука такая чья-то идет ему и палец в глаз засовывать причем пол пальца туда проходит а я в шоке от того что творишь за руку а так бы и на этого этот встает кушетку ты чё хрена успокойся и это скакет и уж а получился так что ну наверно видел ну спортсмены когда походят проверяют чуть-чуть и вот когда мы с сцепились воды я его загрузил он что-то немножко почувствовал и умеет кто такой типа все такое типы и он начинает блатными этом все жаргону все это я ему говорю человек там типа все проще сказал я армян гуна да нет про фрагов 10 перечислять дальше ничего не говорил в итоге в том что он нужно что пытается что-то цепиться я его так опять же ситуация заканчивая другие люди что делали там да вот эти очень да короче ситуация в чем было там три пацана мужчин тоже блин вообще было чем там другие люди мужики не подходили чтобы они с ним дрались то там ситуация чего он пьяный сидел и он сидел 30 минут всех крыл и все сидели наш типа этот все и под ситуация стригерила в том что он парень с девушкой летел и его девушка сцепилась это с девушкой и он ее послал этот парень и как получать такая ситуация что этот муж скинулся эти кинулись они его убить были готовы они даже не рассуждали что как на и он-то блатной не было я потом я а я кучу этот парень который с ним дрался его отсадил к себе туда сел напротив этого мужика он мне всю дорогу рассказал как удалить я тебя найду свои свои я тебя найду на ли которые людей я горит у меня нищет им тебе искать мне надо будет мы сейчас приземлимся и мы с тобой все вопросы решим я га и если что ты исчезнет я тебя все равно сам найду и он такой в один момент такой тебя мне там наш блатный мне было бы давайте говорим так не ты меня не ищи не я тебя но если мне будешь искать их жизнь положено то чтобы тебя убить хочу вопрос я сижу весь полет женщина с ребенком сидеть из которой все началось и все разгар а я вообще пытаюсь в тему понять кто что я спрашиваю этот парень который сидел здесь дрался он это мой муж получается сейчас данной ситуации твой муж пошел сел на мою место туда и я вместе с димошером рядом с твоей женой сижу это режиссарию решаю а где муж был на выходе среди он ждал да он до конца полета сидел на моем месте семью разы когда история про самолетка в полете более я представляю что за стресс я сижу этот это же мне все их не встретил его все нет у нас самолет посадили самаре и в новостях у нас самаре посадили вопрос там получается и короче этот и он всю дорогу мне угрожал что-то говорила справа это и да и наш это потом как тут матом чудес матами ждать да извини ну и когда опять продолжать и эта женщина говорит выглядит настолько сдержанный спокойно мне ческать параллельно что он говорит и я рассмотрю вот эту ситуацию не как то что знаешь там мне выжить или умереть а вот эти ребята с ним дрались так как будто или они его сейчас убьют или он их убьет спорт помог да и вы из-за этого вот мне кажется вот ребенка надо на спорта отдавать только для того чтобы мог хладнокровно заезжать однажды гидармахачкинский бродяги однажды гид был на турнира борьба гиридна реально меня спасает вот я ночью чудо хотел спросить про трэш ток поговорили все это эмоционально но ты даже реагируешь эмоционально не только на прямой трэш ток а даже упоминание тебя если у вас там нету бою назначенного я в этих делах очень старом модно час когда до сих пор с этим как борюсь мне говорят хорошо что тебя лет хоть уважительно упоминает шара говорит шара вообще медийно в этом плане он вот прямо и на что мы говорим было бы было ну когда ты может подерешься ближайшее время долго не нужен период там с хардкором все решить там дальше и там по слов шортку ты чё пока на хайпе надо газовая блин я не знаю может это лучше моя до сих пор в этих моментах у меня своими память понятия моменты я думаю зачем качать если ты это тубой нет просто воздух зачем качать этот бой есть можно как-то рассказал а если дал хардко на этом вырос и даже хотя я не буду хардкор в это повинять любые другие организации с возьмем даже войну если они просто другому раскопить у них это еще и боя нету просто в итоге не получить бой а ты не это что хабиб пока не начал реагировать пока не начал там какие-то вещи там если бы сам бы был попроще на должен жить солнцем пенел 3 шток там что-то раскрутка она должна быть ну весь место быть в ней но не задевая ничего не честно засунулись не религии то вообще такое но это да это понятное дело вот ситуация вот перестуй но он да он тебя упомянул у вас я не нужен а бой с ним тебе интересен вот нашу на нашем деле сразу говори где смотришь интересных организации возьмется за это он же на контракте у правды и ответил до какой-то организации пушкин даже что-то присылает 10 раундов там то что сам боксу довольно боксерский там контракт меня по боксу вызвали по боксу ответил хотя у меня это планы не судьбы интересно или ты нам она мне не входит в план лучше это вы за его поймем а да ну может возможно будущем повыше поделимся это не тут не совсем наверно тут он же базовый кикер ты базовый боксер здесь более шаром идеально как раз на нашем деле его не ограничил боксеру легче разорвать работу просто там лоу киками до под переднюю ногу ну ты сразу это не хоронили карьеру хайбулы да не хороню хайбулы ческать подраться мне лучше проблем нет стульного не то что с ним другими тоже у меня нет проблем с одним поем адрес вот договаривайся ты была сказал что сейчас я делаю этот пару боев забираю титул потом забираю сильнейших бойцов легком весе в россии эдуард в списке вроде есть в топологи первое место там занимает 7 и потом уже перехожу в юси за границу там тоже сейчас тогда это не знаю кто сказал я буду сейчас отдых на рамадан впереди я буду сейчас готовиться постепенно и попозже посмотрим в каких организациях я буду уступать какую организацию выберу площадку на своих условиях и конечно она наступила не грабли высказался да если моменты теперь буду тщательно к этому просто подходить и сейчас главное знаешь как не спешите а ну для себя грамотно просто взвесить все моменты что для себя заметил что все что не происходит лучше да к лучшему и происходит свое время согласен полностью да с тобой полностью согласен когда путят в жизненный момент какие-то бывают и ты потом думаешь про на почему она так идет в итоге это и думаешь значит это было те же травмы те же самые ситуации кто у нас возникали которые в какой-то момент казались нам не очень хорош до привели к тому почему мы сейчас находим даже опять таки возьмем это же тренирует твою личность как ты можешь справиться с этим испытание туда испытания с их нету тубрано я не знаю как можно узнать свой потенциал где ты чего стоишь вообще на самом деле тискает хорошего с подкастами на почему-то не раньше не звал сюда просто из-за этой шумиху что не позову мы с находимся из-за танцев да и за это дело армия сейчас ругают то что наш подкаст мысляем ходит или что да у нас последний выпуск три месяца назад был а два выпуска этого полгода мы не снимать до какой полгода еще больше чем связаны ну разные обстоятельства едик бмгатай с травм получает и другой суеты но времени мы это и мы не снимаем это для какой-то знаешь там коммерции что такое мы приглашаем тех людей с которыми нам хочется общаться и как бы так а под инфоповода это тоже скажу так попало у нас есть люди которые несколько раз у нас были так что я уверен ближайшее время развития пустится дебюты как раз и к тебе пройти все обсудить ошибки обсудимые первые все почему обсудить ошибки обсудим все равно в этом бояже любом бои бывают ошибки давай для работы сделал первый бой по мае мы встречаемся обсуждаем еще проводим аналитику совместно потому что мужа тоже плазменный телек поставь тоже мы будем останавливать и вот здесь стол накроем мне вот это знаешь это же реально создано для кута не знают она же прям напрасно что еда где должна быть на 100 процент даже укрутилась когда-то наш были печенюшки всегда в историях и заряженные стороны было где вот так еда крутится к его тебе спасибо большое что ты сегодня к нам пришел я думаю мы много интересных темы обсудили и как мы уже договорились после того первого боя пойму ма мы обязательно встретимся вновь у нас студии вам огромное спасибо что пригласили очень приятно было с вами посидеть пообщаться на начале что у нас этот именно по спорту одинаковые взгляды на это все и конечно настоящий приход может быть еще здесь поставить шоколад и даст и паза посадись право обязательно у за хочешь и пусть к пусть и наши подписчики за ли сюда наши зрители скажут кого бы хотели видеть следующий следующий радуз выпуск это сос это связка я думал что мы побольше можно я уже думал что такое большое стопа позвать как из той стере ты один приди и мы поднимем опять мы так не разойдемся когда магомед из моего должен был к нам прийти а мага знаешь он вот этот хипиш вокруг него поднялся и он немножко пропадает и мы ему звоним что-то и он как бы не особо выходит на связь и мы такие думаю так могу надо цеплять просто и глядя все придумали эту историю короче я декору типа эдик давай а была до этого история то что эдик ска мага ему учет трэш-ток я никому сказал я готов с тобой выйти на бой то промежуточный вес и вот это все обсуждалось я бы давай ему обращение в виде вызову кинем на подкать ну что вы и в итоге этих так и обращение делает интересно что мага и многие мага понял все это на подкаст приглашение но многие подумали что эти кона бой вызывает и там суета поднялась ты на кого там за повысил мага там ответ и мага реально знаешь такой этот мне звонить а мы смогли в одной команде были golden team все прочее могли забить армен ну ты же свой и ты мне не чужой едет ну там все нормально будет на подкасте я бумага блин чуть куда мы тебя звать нормально все будет он ведь ты меня встретишь я говорю встречу я выхожу встречаю вас машин мы его всю дорогу мне нормально ну смотри если этих что-то начнет я-то не буду там если надо стол переведетом супруг я в этом могу успокоить все нормально приходит подкаст сидим разговарив и в итоге могу уходить не хочется заговорили лучшего выпуска 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 с хабиба монет когда не посмотри этот самому много просмотров где был нет но это хабиба не это у него хайп это хабиба смотри наш подкаст маг там такие истории есть ты просто за битва за хлеб там плане там то есть это мажори но это нас еще заставить это все еще раз не раскрылся маг задавал вопрос и гену и как бы его интересный с точки зрения за столом сели но за только они там общались очень много по здесь там надо сам раскрылся вот я тебе скину ссылку время будет разве спортивные вещи есть интересные и вот именно истории истории жизни мага умеет раз вернемся к той ситуации самолетом я бы никому не пожелал чтобы на влету хибиши были это зашки такой стресс за чем вот он стюарт и были здоровые парни они очень они у тебя узнали про зарубы подумай арбан если очень подойдет мне потом этот мы подка записывали и этот подка записывали и мне к один из комментариев пришел который типа расскажи историю про самолет легендарная история всем кто летает не шумите мягкой посадки реально же этот воздух там любой шум это такой стресс я боялся нам летай на последнее время когда друзьям когда научит религия все что же суждено предписано по нас учиться недавно сайланд тоже самолет трюс минут 15 на и знал он из этой как назвали турбулентности выходил наверно я заказал выйдет я так сидел знаешь как до савнирования света я такой когда турбулентно закончил смены когда реально даст раунд области не провел напрёкся жестко я думаю были так никогда не хотел чтобы на 15 вот самолет кончил то я вверх и не смогу ничего это а ты знаешь это в момент такой что ты просто не контролируешь из-за этого ты переживаешь даже за рулем есть ты контролируешь ситуацию ну да но пассажирском можешь тоже попросить остановить поэтому блин кто будет смотреть за подкаст не вздумайте на особенно там воздухе исполнять до этого не только в салоне окажется армия там пусть эти работники выполняют свои обязательства ты правильно заметил что эти стюарды или кто там они должны тоже быть охрана к пусть они обязательно станет за что они там они что зарплату получают спасибо большое что все спасибо я думаю это в ближайшее время опять повторим как мы договорились после первых у них твоего по правилам всем всего хорошего удачи спасибо